Как не перегорать от Сталкрафта? Это один из часто задаваемых вопросов в последнее время, так как многие игроки тупо устали от однообразия действий в игре. Вы на канале Depressed и сегодня мы разберем, что такое перегорание и возможно ли как-то вернуть ощущение наслаждения от игры. А перед началом видео давайте взглянем на эти кейсы за 100 рублей. Не густо, да? Зато с таким бюджетом можно зайти на Сталкейс и открыть один из кейсов, который смотрит прямо на вас. При всем этом с одного кейса можно уйти в огромный окуп, так еще и провести апгрейд выпавшей шмотки, чтобы увеличить ее стоимость в несколько раз. После можно запросить вывод стоимости шмотки на донат счет в игре. Ссылка и промокод находятся в описании к видео. Активируй и получай два заряда артханта и бонус к пополнению. Сталкейс, открывай и выигрывай. Итак, начать стоит с того, что же такое перегорание в целом. Если вкратце, то это когда игрок постепенно теряет интерес к игре и больше не получает удовольствия от нее. Возникает подобное в основном от того, насколько много времени вы уделяете игре. Как правило, игроки онлайнящие сутками напролет довольно скоро теряют интерес. Так как, по их мнению, они переделывают все, что возможно, добиваются всего, чего хотят и якобы не видят смысла играть дальше. Наверняка вы пришли сюда, чтобы узнать, как не терять интерес к игре. Или же, как вернуть в случае, если вы уже потеряли его. На самом деле, все просто. Первое действие, которое стоит соблюдать, это игровые приоритеты. Научитесь расставлять их в правильном порядке. Например, дофармите изначально одну ветку бартера до конца, а не фармите все вместе. То есть, условно, если у вас есть фиолетовый абакан, М16А3, АО4 и какой-нибудь легионер. Расставьте приоритеты в зависимости от вашей нужды, а не бартерите все вместе. Так как вы тупо можете потерять все эмоции от фарма однотипных ресурсов на протяжении долгого времени. Вы фармите, например, сначала АО5, потом АЕК, следом 545 и поношенную АО6, а затем уже бартерите оставшиеся вещи. Или же, если вы добились большинства мастерского снаряжения в игре, задумайтесь над альтернативой и их заточкой, так как в будущем они могут вам пригодиться. Второй шаг в отсутствии к перегоранию от игры заключается в том, чтобы научиться вовремя останавливаться. Так как повторение одного и того же без остановки это безумие, научитесь вовремя останавливаться, чтобы не выгорать эмоционально. Например, если вас запыкашили на выносе несколько раз подряд, и вы продолжаете нервничать и пытаться выносить еще, продолжая умирать, это ни к чему хорошему не приведет. Так как вы просто будете действовать сами себе на нервы. Из-за этого потеряете игровой фокус и просто убьете время впустую. Если у вас что-то несколько раз не получилось, и вас это начинает раздражать, просто остановитесь на время и найдите себе другое увлечение, которое способно отвлечь вас. В моем случае, например, если я устал фармить одни и те же ресурсы, я просто иду и играю в сессионки. Стреляюсь и провожу время там, затем возвращаюсь к фарму. Либо же, если меня достал условный рыжий лес, я иду на Затон, либо на Лиманск. Еще один важный шаг, это расслабленное состояние во время игры. Научитесь относиться к игре несерьезно, так как это все-таки игра, не стоит выпускать на нее все свои эмоции. И даже если у вас что-то не получается, научитесь принимать это, либо воспринимать не всерьез. В моем случае, я всегда играю полностью на чиле, и просто провожу время в игре, чтобы отдохнуть. Так как условно приходить с одной работы или учебы, и заходить на другую работу, это максимально глупое решение. Научитесь получать только позитивные эмоции, и сохранять положительные воспоминания, отбросив в сторону все негативное. И, наконец, заключающий шаг. Не будьте узником одной игры. Найдите для себя еще одну игру, в которой вы сможете отвлечься и спокойно проводить время в случае уставания от Сталкрафта. В моем случае, мне помогает Варкрафт. Хоть это ужасный пример, так как я по факту из одной гринделки иду играть в другую гринделку, и затем возвращаюсь снова гриндить. Но мне эта игра позволяет получить определенные эмоции, которые я не способен получить в Сталкрафте. Поэтому постарайтесь поискать игру для себя не в стиле шутера, а в каком-либо другом жанре, чтобы получить немного другие эмоции от игры. В принципе, таким вышел видос. Буду очень благодарен, если вы подпишетесь на канал и поставите лайк на данное видео. Так как эти простые действия помогают каналу развиваться и двигаться дальше. На этом все. Спасибо за просмотр. Пока.